Увидеть мощь ракетных войск стратегического назначения. В Зато Озерное приехал экипаж российского атомного подводного крейсера «Тверь». Командиры нашли много общего между службой моряков и ракетчиков. О том, как прошла встреча в сюжете наших коллег телеканала «Озерный инкомсеть». С самого утра в 510-м полку особенная атмосфера и праздничное настроение уличного состава. В юбилей ракетных войск в полк прибыл генерал-майор Александр Грибов, ставший легендарным командиром 7-й ракетной дивизии. Прибыл не только, чтобы поздравить с праздником, но и познакомить экипаж российского атомного подводного крейсера «Тверь» с ракетными войсками стратегического назначения. И вот идея какая, чтобы вот эти два коллектива узнали друг о друге. Вот, видите, стоят два командира подводной лодки и ракетного полка. Они уже познакомились, они установили определенное взаимодействие. Я думаю, это послужит более глубокому пониманию задач, которые стоят и перед ними, и перед нами. Гостям полка рассказали о трудовых буднях, тонкостях работы и показали самое главное – боевую мощь войск. Стратегические ракеты «Тополь-М» были удостоены особого внимания. Также ракетчики рассказали о порядке организации несения боевого дежурства. Такая встреча по обмену опыта между родами и видами войск станет важной отправной точкой тесного взаимодействия. Я, конечно, даже не представлял себе масштабов. Много слышал, много читал, много видел этого по телевизору. Но чтобы лично поприсутствовать здесь, я даже об этом как бы не мечтал. Но вот, можно сказать, мечта сбылась. Я увидел всю эту мощь, увидел этих людей, которые работают с этим оружием, действительно мощным. Мы рады нашему боевому содружеству, укреплению этого боевого содружества. То, что сегодня мы приняли к нашим братьям. Это Тверской полк, как и мы, носит одно имя, славного города Тверь. Поэтому желаем всем ветеранам, личному составу ракетно-хвост стратегического назначения, счастья, огромного флотского здоровья, удачи, чтобы всегда все получалось. И самое главное, мирного неба над головой. После посещения полка дивизии подводники посетили и село Едрово, чтобы почтить память погибшего этим летом моряка подводной лодки, нашего земляка Николая Филина. На школе в селе Едрово установлена мемориальная доска. Встретили гостей ученики начальных классов. Для ребятишек визит военных стал целым событием. Любознательные малыши не хотели отпускать моряков. От вопросов не было отбоя. Один из главных вопросов, который волновал юных исследователей, как стать военным. Что надо делать? Во-первых, надо закончить училище, школу, потом училище. И служить в ракетных войсках. Каждый по своей специальности. Они довольно сложные, но вполне можно их освоить. Подводники при знакомстве с ракетными войсками, с особенностями их службы и традициями, нашли немало точек соприкосновения. Важные и самые значительные ракетчики и моряки находятся в режиме постоянной боевой готовности. И также все они надеются, что применить оружие в настоящих боевых условиях не придется никому из них.